Хорошей традицией, предложенной администрацией Ленинского района, стало проведение в преддверии новогодних праздников специального интернет-опроса. Среди горожан на тему наиболее яркого и красочного, на их взгляд, светового оформления административных зданий, предприятий и частных домовладений Бреста. Таким незамысловатым способом, благодаря мнению независимых судей, ведется подсчет голосов, впоследствии определяются победители. В 2014-м желающих принять участие в конкурсе на новогоднее оформление оказалось порядка 40 участников, что, к слову, в два раза больше по сравнению с 2013 годом. Все они, несомненно, внесли большой вклад в украшение города и заслуживают высокой похвалы. Но правило из правила. Победителями стали те, кто набрал наибольшее количество голосов. Когда наступает Новый год и приходят рождественские праздники, то всем нам хочется приятного настроения, хорошего настроения. Поэтому я думаю, что каждый из жителей нашего района, города и любой субъект хозяйствования, который у нас в городе Бресте функционирует, работает, они, конечно же, принимают и участвуют в деле организации такого хорошего настроения. В данном случае через красивое новогоднее световое оформление. По итогам интернет-голосования лидерами в пяти объявленных номинациях оказались Брестский мясокомбинат, Брест-Водоканал и Беларусьнефть, Брест-Облнефтепродукт, а также гимназия номер 5. Награда за лучшее оформление домовладения достала семье Лепешко, проживающей по улице Дворникова. Использовано все то, что можно сейчас приобрести у нас, ну и плюс добавлено немножко своих каких-то дизайнерских решений, мысли какие-то свои были представлены. Кроме того, в Польше было подсмотрено новогоднее украшение Большого торгового центра и элемент оттуда был один позаимствован, но уже сделан здесь собственноручно. Весь этот период, когда это новогоднее украшение как раз таки было задействовано, я наблюдал за реакцией людей, за тем, как и подсматривают, и специально где-то притормозят, посмотрят, еще раз вернутся. Это приятно. Администрация Московского района уже пятый год проводит конкурс на лучшие новогодние оформления. В 2014-м принятие участия в нем проявили желание порядка 300 претендентов. Судейством занималась специальная отраслевая комиссия совместно с представителями Союза ветеранов Республиканского общественного объединения «Белая Русь», а также БРСМ. В конкурсе администрации Московского района приняло участие более 250 участников. Если сравнить это с прошлым годом, то это в полтора раза больше. Различные формы собственности – это и учреждения образования, здравоохранения, культуры, частные формы собственности. Не остались в стороне и ЖСПК, и физические лица. Конечно же, основной целью проведения конкурса – это максимальное вовлечение жителей Московского района, а также субъектов хозяйства, находящихся на территории, в приведение Московского района, подав праздничный и красочный вид, сделать Московский район более привлекательным и красивым. Конечно же, изюминкой иллюминацией района являются такие здания и сооружения, как Дом Устития, Дом Моды, Деловой Центр и Компания «Букинком». Выделить кого-то из множества достойных непросто. Именно поэтому судейской комиссией было принято решение о том, чтобы в каждой из четырех представленных номинаций отметить в стороне сразу нескольких участников конкурса, победители в числе которых такие предприятия, как «Саушкинпродукт», «Букинком», «Лагуна», «Ковры Бреста», «Средняя школа номер 10», «15» и «31» и многие другие заслуженно получили дипломы и денежные вознаграждения. Компания «Саушкинпродукт» уделяет очень большое внимание теплой дружеской атмосфере в своем коллективе. И мы очень рады, что в канун рождественских и новогодних праздников наши люди сделали такой подарок сам себе. Был очень красиво оформлен административный корпус, все подразделения нашей компании. Все делалось для того, чтобы наши люди почувствовали атмосферу праздника. Проведение подобных конкурсов – способ отметить заслуги тех, кто принимал участие в облагораживании города, в его украшении в период новогодних праздников. Однако не только такие поводы заставляют руководители предприятий и организаций, учреждения образования и просто владельцев частных домов проявлять инициативу в поддержании порядка территорий, в содержании и в хорошем состоянии. Вопросом чистоты и красоты уделяется большое внимание на протяжении всего года. Об этом прекрасно знают брещане и гости города.